Этот вид сверху в микрорайоне Светлана явно не для туристов. Под внешней опрятностью замусоренная зелень. Та же картина рядом. Общий вид неплох, но подводят детали. Отремонтированный переход, паутина под потолком, приведенная в порядок дорога, сколотая плитка. Разбили, значит надо поменять. Если компании, которые отвечают за порядок на улицах, не справляются с задачей, их надо наказывать материально, настаивает глава Сочи Анатолий Пахомов. То же самое относится и к предпринимателям. Они обязаны 10 метров вокруг объектов содержать в чистоте, напоминает мэр. Иначе штрафы. Их уже приходилось выплачивать руководству магазина в районе остановки стадион. Его сотрудники признают, на этот раз вновь за чистотой не уследили. Дорога между стадионом и яхт-клубом – вот где нашлось идеальное место для приятных прогулок. Бонусом к чистым тротуарам – цветущие розы вдоль дорожек. Представитель Югспорта объясняет, хотя эта территория к ним формально не относится, за порядком на ней следят. Я подал документы на ваше имя, чтобы нам закрепили под благоустройство. Считайте, что уже закрепили. Именно здесь начинается Теренкур – сочинская тропа здоровья. Ее протяженность – 4,5 километра. Она была восстановлена пять лет назад. Это стало важной частью благоустройства курорта накануне Олимпиады. Здесь любят прогуливаться и сочинцы, и отдыхающие, среди которых немало гостей санаториев. Тем примечательнее тот факт, что наиболее ухоженные участки тропы находятся рядом со здравницами. Теренкур в районе санатория Сочи имени Ворошилова, а это та же зона 10-метровой ответственности, явно нуждается в срочной помощи. Причем давно. Тропа не только замусорена, ливневки забиты. В итоге на некоторых участках постоянно стоит вода. Нужны срочные меры, говорит глава. Ответственность на районы администрации, на здравницах, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в условиях отдыха Сочи своих гостей. Проведем совещание с руководителями этих санаториев, чтобы непосредственно было обращено внимание и в дальнейшем на содержание теренкура. По обходу главы были даны замечания. Все эти замечания будут исполнены в срок. Вообще, в третий день города в Хосинском районе собираются торжественно, обещают немало подарков и местным, и отдыхающим. Например, открытие нового сквера – сквера влюбленных.